Всем привет! Смотрите, что делать, если Mac не видит подключенный внешний жесткий диск. Обычно при подключении внешнего жесткого диска к USB порту Mac он появляется на рабочем столе. Помимо рабочего стола он еще отображается в Finder. Но что же делать, если подключенный диск не отображается на рабочем столе, его нет в Finder. Если диск не отображается, скорее всего он неправильно отформатирован, была повреждена файловая система или он неисправен. Далее в видео мы рассмотрим, как определить причину, связана ли она с проблемой самого диска, кабеля или порта, а также как ее решить и получить доступ к данным на неопределяющемся в системе накопителе. На самом деле может быть несколько причин, по которым диск не определяется системой. Неисправный или поврежденный кабель или USB порт. При повреждении кабеля или USB порта диск может работать некорректно и не распознаваться системой. Не поддерживаем формат накопителя. Накопитель отформатирован в файловой системе неподдерживаемый macOS не будет смонтирован, а соответственно доступ к его содержимому будет невозможен. Сбой в системе macOS. Различные сбои системы могут быть причиной неопределяющихся накопителя. Диски или данные повреждены, и система не может получить к ним доступ. Диски или файловая система может повредиться при неправильном извлечении накопителя. В большинстве случаев для решения проблемы вам потребуется выполнить несколько шагов для устранения неполадок. Первая и самая простая проверка – осмотреть кабель и USB порт. При частом использовании разъемы изнашиваются и со временем начинают плохо работать. Попробуйте использовать другой кабель или подключите накопитель к другому USB порту. Иногда проблема может быть именно в этом. Еще перед тем, как принимать какие-либо действия с диском, рекомендуется перезагрузить систему. Повторить подключение диска несколько раз. Иногда проблема может быть вызвана сбоем в системе macOS вследствие устраившей версии системы. Убедитесь, что ваша система обновлена до последней версии. Откройте системные настройки, основные, обновление ПО. Проверьте наличие обновлений и при их наличии обновите систему. Попробуйте подключить внешний накопитель к другому компьютеру. Если вы не работаете там, возможно, проблема в самом накопителе. Его нужно заменить. Следующий шаг – это проверка устройства в дисковой утилите. Посмотрите, отображается ли ваш накопитель в списке. Откройте лаунчпад. Другие. Дисковая утилита. На боковой панели слева будут отображаться все подключенные диски. Если съемный диск здесь отображается, но не смонтирован, попробуйте нажать на кнопку «Монтировать». Если диск был смонтирован, появится возможность его снова отмонтировать. После монтирования проверьте, появился ли он на рабочем столе и наличие доступа к файлам. Если его в этом списке нет, в таком случае Mac вообще не имеет доступа к диску и смонтировать его не получится. Если macOS не может смонтировать внешний жесткий диск, запустите утилиту «Первая помощь». Инструмент проверит диск на наличие ошибок, которые влияют на его работу, и попытается их исправить. Выделите накопитель и справа вверху нажмите «Первая помощь». Запустить. По завершению нажмите «Готово». Если служба обнаружит критические ошибки, вы увидите соответствующее уведомление. Если программа «Первая помощь» смогла успешно устранить возникшие проблемы, диск должен подключиться. И если оказание «Первой помощи» диску завершился неудачей, есть несколько вариантов. Запустить программу еще раз, или создать резервную копию накопителя, а затем стереть его. Если ваш накопитель отображается, но не работает корректно, возможно проблема в формате. Компьютеры Mac используют формат HFS Plus или APFS, тогда как компьютеры с Windows используют NTFS. Файловые системы FAT32 и XFAT распознаются как Mac, так и Windows. При выборе неправильного формата внешний диск не будет отображаться в macOS. В таком случае поможет только форматирование накопителя, но при этом все данные, которые на нем хранятся, будут удалены. Откройте дисковую утилиту и проверьте файловую систему диска. Как видим, накопитель имеет формат NTFS, который частично поддерживается macOS. В таком случае его нужно отформатировать. Если на нем хранятся важные файлы, подключите накопитель к операционной системе Windows и скопируйте нужные данные. Затем можно подключить его к Mac и стереть его. Выделите диск и нажмите «Стереть». Далее укажите имя и выберите формат. Файловую систему APFS или macOS Extended для macOS или XFAT, которую сможет распознать и Windows. В результате диск будет смонтирован и доступен для записи чтения. Также для диагностики и исправления диска можно воспользоваться терминалом. Найдите в приложениях терминал и запустите его. Введите команду «Diskutil List». В результате на экран будет выведена информация о всех подключенных дисках и томах. Найдите в списке съемный диск. У меня это «Disk2» с пометкой «External» – внешний. Если накопитель отображается в списке, но не монтируется, попробуйте смонтировать его вручную. Команда «Diskutil Mount». Далее видите команду для вывода информации о накопителе. Здесь укажите цифру своего диска. Если система распознала накопитель, команда должна вывести полную информацию о нем. Извлеките диск, набрав такую команду. Теперь попробуйте отключить внешний диск, а затем снова подключить его. Проверьте, удалось ли системе его смонтировать. Если накопитель по-прежнему не виден, возможно проблема в VL формате. В этом случае вам может понадобиться отформатировать накопитель. Команда «Diskutil», «RsDisk». Если накопитель все еще не работает, возможно проблема связана с файловой системой. Для проверки, исправления файловой системы, выполните следующую команду. После извлеките накопитель и подключите его заново. Проверьте, удалось ли системе его распознать. Еще один из вариантов решения – сброс энергозависимой памяти NVRAM. Энергозависимая память с произвольным доступом NVRAM хранит локальные настройки, такие как громкость, разрешение экрана и информация о жестком диске. Ошибки NVRAM являются источником многих сбоев, в том числе отсутствие отображения жесткого диска или USB-накопителя. Для сброска на компьютерах Mac на базе процессоров Intel после запуска системы удерживайте клавиши Command-Option-P plus R. В результате Mac перезагрузится повторно, и когда вы услышите звук запуска во второй раз отпустите клавиши. Таким образом можно сбросить NVRAM. На Mac с процессорами Apple Silicon M1, M2 или M3 ручной сброс памяти недоступен. Система сделает это автоматически, если обнаружит проблему при запуске. Также вы должны учитывать один важный момент при использовании внешних накопителей. Небезопасное извлечение внешнего диска может привести к повреждению данных, а также в будущем может помешать системе его определить. Любая операционная система использует кэширование записи. Файлы не записываются на жесткий диск сразу при переносе или резервном копировании, а кэшируются до тех пор, пока не будут завершены все побочные операции записи и чтения. Если USB-устройство не будет безопасно извлечено во время использования кэша, данные могут быть повреждены. Если в процессе работы вы потеряли файлы на Mac, восстановить их поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. С ее помощью вы сможете вернуть случайно удаленные файлы с любого типа диска. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...